всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду захотелось мне приготовить цыпленка тапака классного острого остроперечного вспомнилась мне как вам такого готовила он был такой чесночно насыщенный такой с поджаристой корочка хрустящий короче это было здорово одна проблема с этими цыплятами пока жаришь все вокруг уделаешь жиром то у нас сейчас тепло поэтому я решил перебраться на улицу и раз уж все равно угли раскочегаривать то на гарнир у меня будет жареный салат или запеченный короче салата запеченных овощей для сегодняшнего блюда мне понадобится цыплята понятно баклажан чили перец красный сладкий лук чеснок для салата огурцы вот это тоже сладкий перец и красный желтый мелкий такой выбрал для красивой картинки помидоры черри для соуса возьму лайм масло оливковое понятно зелень кинзу базилик укроп и зеленый лук да и сливочное масло еще понадобится перед искочегариванием углей займусь цыпленком надо их подготовить чтобы успели промариноваться надо разрезать их по грудке и расплющить как следует чтобы при обжарке как можно плотнее цыплята прилегали к сковороде у меня к сожалению нет хозяйстве специальной сковороды который называется тапа да какая чугунная с плоской крышкой которую придавливают при обжарке продукты поэтому буду обходиться подручными средствами это кстати нет бивну делаю стараюсь разломить все суставы чтобы при нагревании цыпленка не начал корежить отлично теперь с черным перцем его нужно дробить самостоятельно чтобы получились достаточно крупные кусочки чтобы был не молотый не мелкомолотый а именно дробленые такие крупненькие кусочки мелкие ты при обжаривании нравятся гореть вот так будет нормально и теперь можно натирать птицу солью и перцем ну и это еще не все перед искачигариванием углей я хочу приготовить острое масло для смазывания готового цыпленка сначала чеснок а вот теперь эту ароматную смесь надо размешать с размягченным сливочным маслом грамматические-то вещества жира растворимы все пусть настаивается отлично вот теперь можно и углер скачигаривать они быстро разгораются у меня времени только-только с овощами разобраться и солить и масло сюда не секс взявый д вот 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 Огурцы я тоже собираюсь вместе с остальными овощами поджарить, ну или подпечь Они на вкус получаются, ну как цукини, только гораздо более нежными А вот сладкий красный лук оставлю в сыром виде Овощи у меня будут запекаться на непрямом жару, пора обжаривать цыплят Сначала надо подрумяниться пленка с внутренней стороны Как вы прекрасно понимаете, все это можно сделать на обычной газовой плите или на электрической Еще момент, кладем мясо, в данном случае птицу, в очень хорошо разогретое масло, то есть высокая температура Положили и сразу убавляем огонь до среднего То есть нам нужно быстро подрумянить цыпленка, чтобы он сок не начал давать А потом доводить уже до готовности, поджаривать эту сторону на среднем огне, чтобы он не сгорел ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично! Пока румянится вторая сторона, подготовлю заправку для салата В нее у меня пойдет цедра лайма, сок лайма У меня цыплята молоденькие, маленькие, сами видите Поэтому готовятся очень быстро Если вы будете обжаривать курочек крупненьких, то, естественно, так быстро они не приготовятся Вот чтобы не сгорели, после того, как на второй стороне подрумяните, переворачивайте опять Добавляйте в сковороду немного воды, кипяточка, накрывайте крышкой и доводите до готовности уже на пару Так, что у меня здесь? Какая красота! Цыпленок горячий, масло на нем тает и пропитывает шкурку ароматами чеснока Да, острота к чили добавляет Чума! Сейчас сдвину его в сторонку от углей Пусть минутку постоит, пока я салат заправлю Подписывайтесь на вашему амористу! Наконец-таки можно приступить к терапезе. Как я люблю цыпленка табака, вы не представляете. Начну я с саватика. Так, с огурчиком я даже сказал, да, с огурчиком. Слушайте, вы можете не верить, хихикать, но попробуйте. Он настолько нежный получается. Вот цукини, только гораздо более нежный, а какой скользкий, классный. И за счет вот этого соуса лайма, цедры лайма, оливковый масло, такой скользкий, классный, очень ароматный, прям сказка. И, конечно, базилик обязательно, потому что базилик – это очень ароматная трава. И получается просто волшебно. Запеченные помидоры. Ммм, мм. Запеченные помидоры настолько из-за выпаривания влаги концентрируют свой вкус, настолько яркие становятся, что просто какая-то феерия. Так, и баклажанчик. Совершенно феерический получается салат. Теплый. Понимаю, это непривычно, но очень-очень классный. Так, ну и теперь курочка. Ну-ка, я отломлю этот вкус, ладно? Ножка, смотрите, какая. Ммм. Шкурка подрумяненная. Пахнет чесноком, перцем. Слушайте, как будто в детстве выжнулся. Такой ностальжи. Очень нежный сепленок. Очень мягкий, очень сочный. Просто класс. Короче, готовьте. Обязательно сделайте вот это вот ароматное масло. Оно добавится с стороны чеснока. Если сразу натереть чесноком цыпленка, то чеснок начнет гореть, и это все-таки ухудшает вкус. И перец момутый, даже если у вас нет в ступке, можно раздробить, насыпав на доску, и плоской стороной ножа положите и раздавите. Так хотя бы, чтобы на половинку, на три, на четыре кусочка каждая перчина разломилась, и получится классно. Перец не сгорит при этом. Главное, не делайте слишком сильный огонь под сковородой, и все. Короче, готовьте и наслаждайтесь. Спасибо за компанию. Всем пока. А я вам подборожду. Сказка. Волшебство.